А ты сочинский. Как часто бываешь? Редко. Вот грядет Олимпиада. Жду приглашения. Официально пригласят меня как сочинца, а также Галустяна, Михайлова, Гришу Лепсову. Михайлов тоже, да, сочинский? Да. Слушай, а у вас такая очень пестрая тогда солянка. А из спортсменов только кафельников у нас из известных Евгений. Надо, кстати, подумать над этим проектом. Чем Матвенко? Он тебя не тем занимает. Он продюсер у вас по-прежнему, да? Да, он пишет на песни. Это он слил маленького? Нет, ну как, ну что? Просто закончился, скажем так, ресурс совместной деятельности, и он посчитал, что ему лучше сольно заняться, и мы были не против. То есть он будет делать сольную карьеру? Он уже выступает, он уже снял клип, уже его покрутит. То есть все в порядке. Слушай, какое-то это место в три несчастливое. Вы прям вот как-то на своем месте, а вот Сорин ушел совершенно трагически. У Сорина, да, у Сорина просто была вам такая тонкая натура, тонкая душевная... А вы нет, а вы такие грубые мужланы, да? Ну, ты знаешь, я все-таки, да, я еще плюс ко всему, как бы художественный руководитель, мне просто нельзя расслабляться. Мне просто нельзя расслабляться, потому что я все время... То есть я на сцене, когда выступаю, я вижу, кто что делает, я как бы рулю всем процессом, хореографией и так далее. Поэтому мне просто расслабляться нельзя, хотя ничто человеческое нам не чуждо. И разумеется, да, главное не падать лицом в салат, потому что ты публичная фигура, и вот это уже может быть некрасиво. Поэтому вот в таких состояниях я никогда не бываю, но иногда, разумеется, ну что, почему бы и нет после концерта Рюбочка-Коньячка. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова